Продолжение следует... Все это делают люди из фонда по поддержке культурных инициатив. Но я хотел сказать о другом, что вот оказывается, что энергосбыт, как он только образовался, так сразу стал помогать премии «Светлое прошлое». И вот у нас уже 10 лет, и у вас скоро уже 10 лет. То есть я уже когда слышу энергосбыт, я сразу понимаю, что это родные люди. Я очень рад, что женщины энергосбыта не имеют отношения к проводам, а имеют отношение к тому, чтобы не только произвести электроэнергию и сбыть ее, но еще и посчитать. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы женщины не ошибались в своих подсчетах и расчетах. А это достигается тем, чтобы следить за собой. А для того, чтобы следить за собой, нужно получать хорошую зарплату, и я хочу обратиться к руководству энергосбыта. Берегите женщин, платите им хорошую, достойную зарплату, и у вас все наладится еще лучше. И мы будем их начать не только 10 лет, но и 20, и 30, ну мы и 40, до полтинника дотянем. Дмитрий Григорьевич, вот если посмотреть на прекрасный буклет, проанализировать, в 2004 году было 16 номинантов, 16 нумерятов премии. Затем стало несколько меньше. Это связано с тем, что первый год и хочется много, и сразу делитесь, а потом постепенно. Нет, во-первых, мы это делали впервые, и у нас не было никакого опыта. И, конечно, мы погорячились. Вначале 16 номинантов, теперь мы понимаем, что за один вечер всех не наградить и о них не рассказать. И зачем мы взяли два гроссмейстера? И Свешникова, и Анатолия Кахова. Но, с другой стороны, это же величайшие люди. И мы из хороших побуждений, но, тем не менее, мы поняли, что надо как-то кого-то и на следующий год перенести. Вот, поэтому опыт появился. На первых 10 годах мы потренировались, а сейчас будем проводить образцово-показательные. Опять же, смотрите на биографию лабораторию. А вы все-таки очень мало всех, кто в 60-х годах, а где 80-х, 90-х годах? А вот приходит их черед. Приходит. Есть уже не просто. Конечно, ну конечно, о чем вы говорите? Вот я сегодня говорил о том, что вот сейчас будет Олимпиада, и мы просто ждем новых лауреатов. Да, дай Бог, что вы думали, а если говорить о том, что те, кто сейчас уже работает, какие-то, к сожалению, у них есть ребят, которые вот так. Да, дело в том, что не только ведь вот то, что на виду, а есть ведь и преподаватели, есть люди, у которых за плечами целая школа. Они кропотливо, долго занимаются каким-то делом, результат которого будет виден не сразу. Но мы должны его обязательно оценить, мы должны понимать, мы должны заразить вот таким отношением к жизни и подрастающим пока.